Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Ford Focus 2009 года выпуска, двигатель 1.6, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 135 тысяч километров. Заменен на нем сегодня топливный насос, целиком модуль вместе с фильтром в сборе. Заказали фирмы Febi, хозяин делал диагностику, у автомобиля пропала мощность, скажем так, приемистость на педаль. Сделали диагностику, на рампе пониженное давление, поэтому решил заменить и не экспериментировать. Поднимаю автомобиль и снимаем топливный бак, так как здесь под сидением лючка не предусмотрено для замены топливного фильтра. Поднимаем. Поднял автомобиль. Вот наш топливный бак находится за балкой под сидением и с левой стороны глушитель. Здесь экран. Откручиваем два болта, две гайки. Но целиком мы экран снять не сможем, так как он у нас под глушителем ведет. Чтоб его целиком снять, нужно откручивать глушитель, снимать. Сейчас посмотрю. Если что, мы его просто отогнем. Думаю, нам этого будет достаточно. Вот так вот его отогнем. Спереди у нас один болт. И сзади у нас один справа и один слева болты. Также вот у нас подвод заливной горловины. Там хомут стоит обычный. Сейчас его ослабляем. И начинаем откручивать бак. Так, я бак подпер гидростойкой. Хомут ослабил. И теперь стаскиваем. Патрубок заливной горловины с бак. Все, патрубок снял. Теперь мы спереди откручиваем. Вернее, не откручиваем. А разъединяем вот эти два быстросъема. Это подача и обратка. Бензин побежит. Ставим тазик. Так, фиксаторы здесь нажимаются сверху. Беру крючок, который у меня для колодок. И сверху нажимаю на фиксатор. О, стянул. Вот он фиксатор. Вот здесь вот. Вот, на втором вот такой вот фиксатор. Вытаскиваем его снизу. И после этого снимаем разъем. Давление в системе. Бензин попал не в тазик, а расплескало его. Ну, все. Теперь откручиваем крепление наверху. Здесь у нас один болт. Головка на 13. И сзади у нас два болта. Тоже головка на 13, которую я показал. Их тоже выкручиваем. А после этого надо будет еще с адсорбера снять этот разъем и этот разъем. Они у нас тоже, эти разъемы останутся на баке. Здесь у нас фиксатор нажимается вниз. А здесь по бокам фиксаторы нажимаются. Блин, все закисло. Снимается плохо. Ну, ладно, снялась. Так. Ну, а теперь берем, приопускаем бак. В принципе, у нас держит его сейчас только вентиляция бака. Я пока до нее еще добраться не смог. Все, приопускаем и держим бак. Все, приопускаем и держим бак. Сторона, где бензонасос, просил, чтобы бензина мало оставили. Бензина много. Начинает подкапывать. Ага. Ага. Уже опущу бак. Опустил правый передний угол бака. Вот если показать, вот так вот выглядит. И здесь спереди уже нам удобно, как снять разъем с насоса и также шланг перепускной трубы верхней. Снял хомут, снимаем шланг и больше у нас бак ничего не держит. И вытаскиваем вот этим углом, мы вытаскиваем вниз и потом точно так же ставим в таком же порядке обратно. Ну все. Опустил бензобак. Снил с него бензин. Отключаем разъем и откручиваем гайку. Берем вот такой вот ключ, устанавливаем его. И пробуем откручивать. И пробуем откручивать. Одному неудобно. Но все делаю один. Практически все. Берем. 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 Продолжение следует... 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 Вот эта стрелочка смотрит на эти три засечки... Смажу резьбу силиконовой смазкой... Обычно силиконовая смазка... Также смажу гайку... И закручиваем... И закручиваем... И смотрим... Чтоб у нас стрелка не убежала... Продолжение следует... Продолжение следует... Все... Все... Затянул... Насос не играет... Теперь... Теперь снимаю... Эту заглушку... И... И... Одевая... Разъем... До... До характерного щелчка... До характерного щелчка... Все... Берем... Устанавливаем... Устанавливаем на место... Сразу... Сюда я... На шланг вентиляции... Одел новый хомут... Чтоб его закрутить... Здесь хомут... Тоже перепроверил... У нас стоит на месте... Потом мы его... Закрутим... Ну и... Все... Разъем... У нас... Здесь... И... Подключение... Дополнительно... Больше ничего нет... Бак сейчас без бензина... Поставить его будет легче... Поэтому... Любые операции с баком... Делайте на... Полупустом... Или... В крайнем случае... Снимайте... Разъем и сливайте бензин... Все... Бак я подвесил... Хомут этот затянул... И... Когда... Еще у меня полуопущенный был... Затянул хомут на вентиляции... Теперь... Эти крепления я только наживил... С одной и с другой стороны... Также и спереди... Только наживил... Проводку... На питание я... Подключил... Теперь... Можно у нас... Одевать... Вот эти разъемы... Ставим фиксатор... Сразу... И... Второй разъем... Все... Здесь я тоже... Болт наживил... На адсорбер... У нас... Здесь... Защелкиваем... И одеваем... Один разъем... И... Второй разъем... Второй разъем... Все... Это все разъемы... Которые мы снимали... Затягиваю... Бак... Все... Бак я подтянул... Нужно... Убирать... Стойку... Теперь... Поправляем... Наш... Экран... Наш... Прик 삶... К автор... Едоп... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сразу не буду заводить. Два-три раза подкачаю. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Но все равно как-то она работает. А, нет, все, прием нормальный стал. Вначале еще с воздухом было топливо. Ну и все, поднимаем. Смотрим, чтобы снизу все было сухо. Даже глушить не буду. Поднял. На подаче и на обратке у нас все сухо. Ну а здесь адсорбер. Здесь и не поймешь, здесь бензина как такового и нету. Основной это вот здесь и бак, где гайка на насосе закручена. И соединение, вот, патрубка заливной горловины. Но опять же это можно будет проверить при полном баке. На этом все. Замену модуля топливного насоса и фильтра я закончил. Всего вам доброго.